Здравствуйте! В прямом эфире новости на телеканале Репортер. Меня зовут Наталья Апара. Грипп и ОРВИ не сдают позиций. Из-за высокого уровня заболеваемости детей учебный процесс приостановили в Лиманском, Анандевском, Беляевском, Болградском, Саратском, Килийском районах и в городе Измаил. Более того, в Лиманском районе, бывшем Коминтерновском, на карантин закрылись 14 групп в детских садах. Главам всех райадминистрации рекомендуют ежедневно мониторить количество заболевших школьников и воспитанников детсадов и уже исходя из этого принимать решение о том, закрывать образовательные учреждения или нет. На этой неделе, напомню, карантин объявили и в школах Одессы. Респираторы на лицах, медики в огромных защитных костюмах и проверки в аэропортах. Фото и видео из Китая напоминают кадры из фильма «Зомби-Лэнд» 28 дней спустя или заражение. Новый коронавирус, который появился в КНР, вызвал массовую панику во всем мире. Хоть в Украине случаев заражения пока не фиксировали, одесситы все равно боятся подхватить смертельный недуг. Нарина Щеглова провела эксперимент при помощи одной лишь защитной маски, чтобы проверить реакцию людей. Не едят бананы и отказываются получать свои посылки с китайских сайтов. Людей окутала паника из-за нового вируса. В соцсетях все чаще появляются фейковые новости о недуге, а люди в супермаркетах стараются держаться подальше от тех, кто в защитной маске. Мы решили сделать эксперимент и пройтись по общественным местам вот такой вот маски. Проверим реакцию людей. Надеваю респиратор, который купила на строительном рынке. В аптеках не нашла, они есть только в Днепре. И жду на остановке свой троллейбус. Решила присесть на лавочку рядом с пенсионеркой. Сначала женщина прикрыла рот и нос платком, а через пару минут отсела от меня на сантиметров 10. От греха подальше. И вот мой троллейбус. Поначалу ловлю на себе десятки взглядов. Позже некоторые пассажиры начинают в срочном порядке выходить из транспорта. В маршрутке то же самое. Одни отворачиваются или прикрываются шарфом, другие выходят. Проверяем, как прохожие реагирует на человека в респираторе. Интересуюсь у девушки, который час. Время мне узнать удалось, но только девушка, увидев меня, моментально прикрылась воротником и ускорила шаг. А у этой женщины, которая сидела на скамейке и ела яблоко, я спросила, какой троллейбус довезет меня до четвертой станции фонтана. После разговора со мной она внезапно выплюнула свою еду. Быть может, яблоко оказалось невкусным. Тот же вопрос о маршруте троллейбуса я задала женщине с коляской. Та, в свою очередь, неспешно начала отходить. Среди прохожих нашлись и скептики, которые считают, что бояться людей в масках бессмысленно. Зря паникуют. Не знаю, люди странные вообще. У нас тоже маски есть, мы тоже иногда периодически катаемся в них. Люди неадекватно реагируют на это, это нехорошо. У меня нету какой-то боязни. Это выбор любого человека. Хотите, хотите в маске. Мне как бы все равно, если честно. По словам психолога, люди подсознательно стремятся к безопасности. Это инстинкт самосохранения. Для этого строят дома, одеваются по погоде, а птицы, к примеру, вьют себе гнезда. Поэтому не мудрено, что неизведанный ранний вирус вызывает у большинства панический страх. Но не стоит горячиться. Лучше вовремя включить критическое мышление, считают эксперты. Больше четырех строчек человек уже не читает. Он прочитал, умерло столько-то людей. Ему этого достаточно для того, чтобы начать бояться. Если просто взять и почитать статистику и посмотреть, что действительно от других заболеваний и других ситуаций умирает гораздо больше людей, то оснований абсолютно нет. И еще один любопытный совет от психологов. Заболевание может вызвать даже не сам вирус, а наши переживания, страхи и беспокойства. Связанные с ним. Любой стресс, любая депрессия, как вы говорите, она ведет к снижению иммунитета. Когда человек боится, у него иммунитет падает, и он может заболеть. 70% заболеваний – это психосоматические. То есть ничего общего с органическими поражениями не имеет. И человек их себе придумал. Сделаем вывод. Больше прогулок на свежем воздухе, позитивных эмоций и меньше разговоров о новом вирусе. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». В аэропорту задержали 30-летнюю одесситку, которая отправляла в бордели Кипра молодых украинок. Она вербовала в основном женщин с достатком ниже среднего. Поймали бизнес-вумен на горячем во время очередной попытки переправить за границу одну из украинок. У женщины изъяли паспорт потерпевшей, проездные документы, мобильный телефон и деньги. Известно, что одесситка вербовала девушек последние два месяца. За работу обещала от полутора до трех тысяч долларов, половину из которых работницы должны были отдавать владельцам борделя. Расходы на изготовление загранпаспортов и перелет одесситка брала на себя при условии возмещения из первой зарплаты. Данная громадянка затримана в частину 2 статисты 149 Криминного кодекса Украины. В основной выбрана за побежный заход и травмания под вартою. В ночь со среды на четверг представители собственника заведения «Мафи Рейв Террас» вырубили три здоровых дерева и еще 13 изуродовали подрезкой. Возраст всех насаждений не превышает 40 лет. Варварские действия не были разрешены ни одной инстанцией. Общественники и сотрудники Департамента экологии Горсовета зафиксировали этот факт и составили акт. Теперь эко-вандалов ждет штраф. Составлен акт и сегодня подготовлено обращение в Государственную экологическую инспекцию о расчете ущерба и предъявлению этого ущерба к оплате нарушителям. Опасная фаза. На Черемушках скачок напряжения вывел из строя десятки бытовых приборов у третьей подъезда. Жители домов на генерала Петрова с утра четверга стали бить тревогу в соцсетях. Показания датчиков показывали напряжение вплоть до 400 с лишним вольт. Итог. Сгоревшие телевизоры, компьютеры, холодильники и многое другое. Кто восстановит людям ущерб, узнавал Дмитрий Богомолов. Жители дома по адресу улицы Генерала Петрова, 50, надолго запомнят последний четверг января. От сильного скачка напряжения пострадало не менее пяти квартир в одной из парадных. Теперь людям придется серьезно потратиться на ремонт техники. Я услышал легкий хлопок, посмотрел в сторону компьютера и увидел, что он дымится. Я подумал, это сам компьютер. Не пришло в голову, что это перепад напряжения. Я подумал, может быть компьютер, он в общем-то старенький. Я сразу его отключил и в этот момент задымился принтер. Все, что было вставлено в розетку, так же самое такое же устройство для роутера. Роутер не работает, микроволновка нет. Т2 выдержала, телевизор не включенный, но был вставлен, как говорится, в розетку, телевизор не запускается. Я сидела, у меня работал приемник маленький. И вдруг он бог и все. Я думал, что свет потушился, а потом смотрю, лампочка горит. Журналист Максим Войтенко тоже проживает в этом подъезде. Он первым стал трубить о проблеме в фейсбук. Его датчик показывал напряжение в сети до 411 вольт. Раньше такого, по словам людей, в памяти не было. Произошел очень резкий прыжок света. В принципе, у нас достаточно часто в доме, во всяком случае, на моей фазе прыгает свет. У меня фу-фу-фу стоит отсекатель, барьер, как он называется, на входе в квартиру. И стандартно показывает 255-275. И он все вырубает по квартире. То есть, все входящее напряжение не стабилизирует, просто вырубает. И в этот раз, в очередной раз вырубил. Я вот подошел к отсекателю, там циферки показываются сколько. Думаю, интересно, сколько в этот раз. Открываю, так челюсть хлоп, 360-370. Вытащил телефон, могу даже показать. Один из пиковых показателей сфотографировал, 406. Но максимально было 411. Люди сразу стали обращаться во все инстанции. Звонить в колл-центры, в РЭС и Облэнерго. По словам технического директора Одесса Облэнерго, перенапряжение произошло из-за повреждения нулевого провода. В данном случае, по Генерала 50, повреждение было внутри домовое. Внутренний стояк, разводки внутреннего электроснабжения квартир. Там, по словам ЖЭКа, по словам электрика ЖЭКа, было повреждение нулевого провода, которое привело к перенапряжению. По времени, ориентировочно, где-то в 11 часов, бригада оперативно-диспетчерской службы подъехала. По выходу 14 линия была в резерве, нагрузка по ней была нулевая. По выходу 16, путем замера нагрузок, мы определили нагрузка порядка 70-80 ампер была, пофазная. Напряжение по данным кабельным линиям 220-225 вольт. То есть, по утверждению энергетика, в ситуации виноват ЖЭК. Именно туда теперь нужно обращаться людям для возмещения финансового ущерба. Обращаться в первую очередь в ЖЭК, где электрик ЖЭКа подтверждает повреждения внутри домовой. Он там производил какие-либо работы. Дальше все поврежденное имущество они ремонтируют, предоставляют подтверждающие документы и дальше претензии к эксплуатирующей организации. В данном случае ЖЭК. Правда, сколько времени может занять выяснение отношений поиск справедливости, пока не ясно. Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Залог 420 тысяч гривен. Такую меру пресечения назначил антикоррупционный суд новому фигуранту дела Краяна, бывшему депутату Килийского райсовета Анатолию Коломийцу. Следствие считает его пособником экс-нардепа Александра Дубового, который по версии прокуратуры инициировал продажу здания бывшего завода по завышенной цене. После того, как в 2018 году Малиновский суд оправдал всех участников процесса, включая Геннадия Труханова и его замов, антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение в высшем антикоррупционном суде и теперь дело рассматривают там. Прокуроры просили назначить залог в 50 раз больше – 20 миллионов. В ближайшее время и самому Дубовому должны избрать меру пресечения. Напомню, в 2017-м мэрия заплатила 186 миллионов гривен за здание бывшего завода Краян, а уже год спустя НАБУ и антикоррупционная прокуратура заподозрили, что цена завышена вдвое. Позже всех фигурантов оправдали. Помещения в доме Руссова сдаваться не будут, пока не завершится его реконструкция. Об этом сегодня заявил вице-мэр Петр Рябаконь. Напомню, накануне агентство Дирибас разместило соответствующее объявление на своем сайте и странице в Facebook. В здании сейчас нет ни воды, ни света, ни отопления. И помещение просто непригодное для проживания. На сегодняшний день это объект реставрации. Реставрация является, согласно ДБН, видом выполнения строительных работ. Соответственно, пока не пройдет сертификация, это объект строительства. Что там господа собираются, кто там сдавать в аренду. Тем временем Большая Московская на Дирибасовской продолжает простаивать незаселенной. Отреставрированная гостиница в самом центре города остается бесхозной. Собственник сбежал и связи с ним нет. Что делать и кто виноват, разбирался Константин Гречаный. Большую Московскую отреставрировали еще в 2014 году. Памятник архитектуры – настоящая достопримечательность Одессы. Однако, помимо внешней эстетики, пока гордиться нечем. Гостиницу так и не запустили. А в 2017-м собственник сбежал за границу и исчез. На данный момент внешних видимых повреждений на здании нет. Но долго ли так продлиться при условии отсутствия хозяина? Зовні памятка в придатному стані. Мы не маем ознак, а не обрушена лепного декору. Мы не маем ознак. В деяких местах є відшарування фарби, но это не ознаки обрушения или аварийных ситуаций. То есть на теперішній час у органів памятка охорони до стану технічного. Зовні цього об'єкту жодного питання немає. В управлении заверили, что мониторит состояние здания. Собственником большей части помещений является компания «Инкоргруп» скандально известного одесского застройщика Руслана Тарпана. Приделы України он покинул из-за проблем с законом. Связи с ним, разумеется, нет. Как выходить из сложной ситуации, в мэрии пока не знают. Так же, как и не знают, как использовать помещения в гостинице, принадлежащие территориальной громаде. Здание стоит. Слава Богу, что не за забором. Слава Богу, что не обваленная. Ну, стоит. Когда, если мы определимся, мы должны определимся с теми помещениями, которые принадлежат нам. Естественно, это коммунальная собственность. Это собственность коммунальной громады. И дальше уже что с ней делать? Ну, логично ее было бы сдавать в аренду. О сроках, когда чиновники определятся с судьбой знаменитой гостиницы, в мэрии также пока не сообщают. Репортер будет пристально следить за развитием ситуации. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Одесские водители проводят в пробках 184 часа в году. Подсчитали сотрудники компании «Том-Том», которая разрабатывает устройства для GPS-навигации. С таким трафиком Одесса вошла в двадцатку самых проблемных в транспортном отношении городов планеты. Она заняла 18-е место в мире и 8-е в Европе. Из украинских городов хуже ситуация только в Киеве. Он на 12-й позиции. Харьков занимает 29-е место, Днепр – 47-е. Зато по данным «Том-Том», транспортная ситуация в таких мегаполисах, как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Гонконг, значительно лучше, чем в Одессе. Хуже всего дела обстоят на дорогах индийского Бангалора. Всего в антирейтинг попали 416 городов из 57 стран. Закон, который предоставил Куяльницкому лиману статус курорта национального значения, до сих пор не начал работать. Об этом говорят экологи и инициаторы соответствующего законопроекта. Сам документ предыдущий президент Петр Порошенко подписал почти год назад. Но за это время не сделано ничего, чтобы рекреационная территория начала восстанавливаться и развиваться. Назначенное в октябре новое руководство обладминистрации вопросом практически не занимается. Зоны санитарной охраны должны быть установлены. Кто этим должен заниматься? Областная государственная администрация. Сделано это? Нет. То есть должны на месте быть сначала эти зоны определены, и потом нанесены на соответствующие карты, то есть наложены на кадастровые карты. Затем на месте должны быть выставлены знаки. Вместо реализации закона о предоставлении Куяльнику нового статуса, обладминистрация готовит обращение к обмину. Чиновники хотят, чтобы центральная власть помогла в создании национального природного парка Куяльницкий. По словам экспертов, создание парка не решает основных проблем по защите и развитию территории. Решает ли национальный природный парк те задачи, о которых мы с вами говорили? Первая экологическая задача, то есть охрана всего бассейна. Это более 2000 километров. Это 138 километров квадратных. То есть это, ну, меньше даже 10 процентов этой территории. То есть сможет ли она решить задачу сохранить Куяльницкий лиман в его сохранить гидроэкологическое состояние, санитарно-эпидемиологическое, химическое и так далее? Нет. По словам бывшего зама обл. администрации Светланы Шаталовой, функционирующие в области национальные природные парки в основном источник постоянных скандалов и теневых финансовых схем. Перед тем, как запустить механизм создания нацпарка на Куяльнике, губернатор и его советники должны хорошо подумать. Национальный природный парк, мы все понимаем о том, что это изъятие земли и территории в пользу государства. И управлять этой территорией будет государство в лице Министерства экологии, либо сейчас, как это Минэкоэнерго, который назначает, согласно прозрачных конкурсов, руководителя администрации этого парка. У нас в Одесской области примеры, как функционируют национальные природные парки, сколько финансирования они привлекают. Я не вижу о том, что это все происходит. Мы не слышим о том, что национальные парки в управлении государства становятся какими-то такими туристическими стенами, наоборот. Самое главное, чтобы вот эта кампания создания национального природного парка просто не заслонила то, что ничего не делается по созданию курорта Куяльник. Понимаете? Чтобы все взоры уже туда, а здесь бросили и оставили на призволящее. Что там? Это не сделали, это не сделали, но зато мы этим же занимаемся. Смотрите, какие мы хорошие. Напомню, в середине прошлого года на территории Куяльника работали 9 санаторно-курортных комплексов. Сейчас такое учреждение лишь одно. 5 миллионов долларов за кресло директора Одесского припортового завода. Главе фонда госимущества предлагали взятку, чтобы он назначил начальником предприятия определенного человека. В специализированной антикоррупционной прокуратуре говорят, новый руководитель завода должен был способствовать сотрудничеству ОПЗ с рядом частных компаний. Детективы Набутра, их фигурантов этого дела уже задержали. Якобы 5 миллионов долларов коррупционеры предлагали еще осенью прошлого года. Выплачивать должны были частями. Но глава фонда госимущества о возможной сделке сообщил детективам. Накануне подозреваемые передали ему 50 тысяч долларов. С поличным их и задержали. Напомню, ОПЗ несколько раз выставляли на торги, но безуспешно. Приватизацию планировали в феврале позапрошлого года. Стартовая цена превышала 5 миллиардов гривен. Однако из-за судебных тяж по подолгам завода торги пока не состоялись. А 24 января Кабмин назначил ИО директора припортового предпринимателя Николая Синицу. Вы смотрели новости на телеканале Репортер. Оставайтесь с нами.